Для того, чтобы у меня был хороший свет на лице, ребята попросили меня сесть немножко повыше и закрыть вот этот вот визор. Благодаря этому я не вижу дорогу, но выгляжу прекрасно. Совсем недавно у нас на тесте побывали такие замечательные автомобили, как Mercedes A45 AMG и Golf GTI. Сегодня мы покатаемся на M135 и попытаемся понять, все-таки это автомобиль M или просто маркетинговый ход? BMW в бородатой езде. Что рассказать про BMW M135? Она очень сбалансированная. В принципе, в городе на ней можно передвигаться, как на абсолютно обычной копейке. Но помни о том, что у вас 320 лошадей. Вообще-то дизайн копейки мне очень нравится. Это маленький крепкий сбитый автомобиль. Инженеры BMW действительно много усилий приложили для того, чтобы выверить вот эти формы кузова, которые очень резкие и очень красивые. Боковая линия мне очень нравится. Мне нравится вот эта накладка на бампер. Симпатичные диски и покрашенные в синий фирменный цвет суппорта. Кстати, вот этот цвет для именно автомобилей M-серии вроде как бесплатный, а для всех остальных стоит каких-то сумасшедших денег. Но на самом деле, самая выразительная здесь морда с ангельскими глазками. Сейчас взглянем на нее. Я бы разделил ее морду на две части. Условно говоря, внизу это агрессивная и злая машина. А сверху это какой-то дебиловатый подросток. Потому что у него вот так свисает нос, глазки слишком добрые. И как-то вот эти две части, они не очень друг с другом вяжутся. Ну, по крайней мере, как мне кажется. Хотя сам бампер очень агрессивный и действительно в таком настоящем эмошном стиле. Отдельно хочется сказать про такую опцию, как зеркала заднего вида, покрашенные в другой цвет. Мне кажется, добавляет такой легкой пикантности автомобилю. Ну и, конечно, фирменный BMW-шный плавник на машине M-серии, особенно в таком цвете, выглядит очень классно. А вот на машинах больших, типа семерки и пятерки, мне кажется, она все-таки лишняя. Мотор очень тяговитый. На любых оборотах он выдает примерно одинаковую планку моментов. Ну, в общем, это достаточно стандартная история для BMW. Они сейчас везде запихивают этот мотор. Все это называют с шильдиком M. Хотя на самом деле, конечно, это не M. Вообще говоря про эргономику салона BMW, я уже упоминал о том, что для меня она идеальная. Мне очень нравится расположение всех кнопок, все приборы, все под рукой. Ну, я не буду повторяться, потому что с X4 ничего не изменилось. Здесь примерно все то же самое. Но мне очень нравится, что здесь есть кнопочки, которые позволяют мне запоминать радиостанции. Из-за того, что этих кнопок нет в большинстве современных автомобилей, я очень расстраиваюсь, потому что лазить каждый раз в меню меня бесит. Можно ли ездить на BMW 135 M в обычном режиме? Да, можно. Она немножко жестковата, и жестковата она даже не из-за того, что у нее действительно жесткая подвеска, а из-за того, что здесь установлена резина Run Flat. Знаете, это такое ощущение, когда ешь свадебный торт, и там попадается такая маленькая такая пластиковая сахарная фигня, которая попадает тебе в зуб, и ты его норовишь сломать. Вот примерно такое же ощущение. То есть, в целом, подвеска нормальная, но из-за Run Flat удары очень сильно передаются на кузов, ну и, соответственно, тебе на позвоночник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Еще одна раздражающая вещь в BMW – это очень хреновая шумоизоляция. Действительно, ну, блин, машина за два с лишним миллиона такая вся приятная, из хороших материалов, но шумоизоляция просто отвратительная. О-о-о, какой звук. Итак, здесь три режима. Ну, на самом деле четыре, но одним из этих режимов никто не пользуется, он называется Eco Pro. В России все плевать хотели на экологию, и никто из владельцев BMW никогда не включит этот режим. А режим Sport Plus означает, я собираюсь ехать как полный кретин, и скорее всего боком, потому что система стабилизация будет выключена. Уже почти, и вот сейчас. О-о-о-о-оу! О-о-о! Как мне нравится этот звук. Этот раскатистый, такой рокот. Этот звук не спутаешь ни с чем. Низкий гудящий такой звук, мошонка, я сказал мошонка, я не говорил мошонка, я хотел сказать моторы. Но рядную шестерку не спутаешь ни с чем. Это высокооборотистый рокот, который раздается прямо из-под капота. Стоит отметить, что BMW первой серии не является семейным автомобилем. Несмотря на то, что это пятидверный хэтчбэк, багажник здесь очень маленький. И, кстати, вы испачкаете руки, пока будете открывать его. Все наше барахло сюда влезло, хотя часть все равно пришлось убрать в салон. Также меня удивляет, что даже при наличии вот такого вот открывающегося багажника, как в гольфе, сюда не вставили камеру. Камера здесь и она быстро пачкается. Это, конечно, печально. Самое интересное у BMW, конечно, спряталось под капотом. Трехлитровый, рядный, шестицилиндровый мотор с двумя турбинами, мощностью 320 лошадиных сил и с крутящим моментом 450 ньютонов. Надо сказать, что соединен он с полноприводной трансмиссией, поэтому с этой машиной особо не повеселишься вот в такую сухую погоду, как сейчас. Жалко, была бы она заднеприводная, можно было бы устроить дымовую завесу. Салон у BMW добротный. Мне очень нравится руль, рычажки, переключатели, все очень здорово. Педали, все там, где оно и должно быть. Здесь есть память сидений, есть все возможные регулировки. Кресла, кстати, очень классные. Очень здоровские ручки. Здоровские? Очень классные ручки. Такие толстые и довольно приятное дерево. Ну и в целом, вообще для водителя здесь все сделано так, что не придерешься. Есть тоже подогрев сидений. Не весть, какое счастье. Вот сюда я смогу сесть, но не стоит рассчитывать... Ой, что-то в спину врезалось. Но не стоит рассчитывать на то, что здесь будет очень комфортно. Если сидеть по струнке, как сидят пионеры, то нормально. Но вообще, вот места для коленей практически нет, но я сижу за собой. И вот здесь вот головой, вот место, вот место. Все это места для удара. Я возил здесь недавно товарищей, достаточно рослых. Они сказали, сзади сидеть невозможно. Очень, очень тесно. Смотри, какой стрёмный обвес на рейндж-ровере. Ооо, у меня на жопе усы. Смотрите, какой я грустный. За бабосики. Бабло, бабло, бабосики. Байробот-дронфайтер. Первый в мире боевой дрон-квадрокоптер. На нём установлены фокрасные пушки для стрельбы по другим байроботам. Есть пять специальных атак, как фаталити в компьютерных играх. С байроботом можно устроить Звёздные войны один на один или команду на команду. До сорока байроботов одновременно. Байробот маленький, лёгкий и безопасный. Играть можно в квартире с детьми или даже в офисе с коллегами. Дешёвые квадрокоптеры обычно легко ломаются. Разбилась одна деталь, и вся игрушка отправляется в мусорное ведро. Байробот трудно сломать и легко починить. Все детальки съёмные, как в лего. Можно голыми руками снять и заменить. И запчасти недорогие. Управление очень простое. Даже ребёнок освоит его за 10 минут. Байробот стал хитом продаж в Южной Корее и Японии. И очень популярен в России. Партии, приезжающие из Кореи, распродаются за один день. Так что лучше оформить предзаказ. Успей купить до 15 февраля по антикризисной цене. 6 890 рублей. Ссылка на сайт в описании. Ссылка на сайт в описании. С благородными целями. Не то, чтобы наказать, но попросить. Не надо так делать. Смотри. Вы сами себе делаете, заворажаясь за мою французскую жопу. Вот сейчас УИТу-нибудь заснимет. И потом здесь будет. Нора там ОМОНа ставить. ППС. Ну согласен. И вы здесь потом не будете собираться, общаться не будете. Будем разгоняться. Зачем вот так? Все изменились. Хочется так немножко. Утро такое хорошее. Утре, да. Солнышко, машина хорошая. Да все, понял, ребят. Нет проблем. Нет проблем. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Короче, тема такая. Вот все говорят, гаишники, взятки и так далее. Вот подъехали ребята. Мы, да, ну, беспределили, катались, считай, там, в общественном месте, блоком и так далее. Подъехали, говорят, ребят, просто по-хорошему, говорят, заканчивайте этой фигней заниматься, потому что вообще-то здесь как бы нельзя этим делать. Вы хотите, чтобы здесь все сейчас перекрыли, сейчас приедет ОМОН. Конечно, никто не приедет. Ну, просто, короче, по-человечески попросили. И приятно, и все как бы довольные. И мы уехали, и они уехали, и все счастливы. Вообще, вот, люблю, когда так происходит. Пожелали хорошего дня. Респект вот таким вот мужичкам. Нормальным гаишникам. Мучмошникам всяким. Субтитры сделал DimaTorzok Хотя понятно, что сейчас идет такое некое противоборство BMW и Mercedes. Mercedes сейчас на все начинает ставить свой двухлитровый вот этот вот мотор мощностью 360 лошадиных сил. Так же, как и BMW сейчас в любую модель вкорячивает... Вот себе почувствовали, да, вот эту прям боль, прям боль всего русского народа. Вот эти стыки на третьем кольце, особенно с резиной RunFlat, это вообще печаль. Так же BMW сейчас в любую машину начинают ставить этот трех с половиной литровый, как он типа называется, 3.5, на самом деле трехлитровый мотор. Есть уже копейка, есть уже двушка, есть трешка, есть четверка, ну в общем пятерка есть, но она уже без шильдика М. То есть все, что до пятерки, все типа рисуется шильдик М и типа это М. Ну, откровенно говоря, Mercedes гораздо более AMG, чем BMW это М, потому что мотор там действительно собран вручную, там повсюду есть шильдики AMG, то есть она как бы честный такой AMG. Но по характеру Mercedes взрывной, из-за того, что турбина одна и она размером с Канзас, она просто в какой-то момент включается и выпуливает тебя вперед. А звук там на самом деле не настоящий, там открываются эти клапана в выхлопе, ну как мне объясняли, и именно в режиме спорт она только может рычать. В этом смысле BMW все-таки гораздо более городской и обычный автомобиль, потому что фактически, если отсюда вытащить мотор и поставить сюда обычные тормоза, ну это превратится в обычную копейку. Хотя при этом в салоне и по ощущениям от машины я остановлю свой выбор на BMW однозначно. То есть если поставить рядом A45 AMG, который, ну самое адекватное сравнение с этой машиной, и Golf GTI, который более бюджетный вариант, а на самом деле тачка очень крутая, и нам всем она понравилась. Она и быстрая, и рулится очень здорово. Да, чуть-чуть медленнее, да, без полного привода, но машина вообще достойная, то есть если денег нету, вот GTI прям хороший вариант. Я все равно выберу BMW, и выберу BMW я из-за того, что здесь очень целостно. То есть да, у Mercedes отличный мотор, взрывной характер, он очень яркий такой прям, ну вот насыщенный. То есть если хочется острых эмоций, Mercedes это, наверное, самая такая динамичная и злая машина из тех, о которых я говорил. Но при этом BMW, вот у него вот этот салон, он вроде весь черный, но все так сделано, как-то не знаю, ну вот прям родное. Для меня самое оно. А говоря о GTI, там есть одна фишка, которой мне не хватает в BMW. В GTI можно отдельно включить спорт режим для мотора и подвески, при этом не включая спорт режим коробки. То есть у тебя будет громкий выхлоп, хорошая рулежка, но обороты не будут постоянно держаться где-то в районе 5-4 тысяч оборотов. В городе это неудобно. Но мне хочется, чтобы был громкий выхлоп. Так что у каждого из этих автомобилей есть свои явные плюсы, есть свои минусы. Но BMW, пожалуй, среди них наиболее сбалансированный. Я не знаю, можно ли назвать этот автомобиль М-кой или нет. Одно ясно, это харизматичная и классная тачка, достойная бородатой езды. А это была именно бородатая езда. Бородейте и ездите! Уааа! Бородейте и ездите! Бородейте и ездите! Продолжение следует...